Добрый вечер! Как всегда, побудем в это время в эфире программы «Открытая студия». Как всегда, мы приветствуем вас в прямом эфире в нашей «Открытой студии» в Санкт-Петербурге. Мы сегодня предлагаем вам поговорить о науке, но в то же время мы выбрали тему, которая вызывает в последние уже несколько недель, лидирует во многих топовых темах, как скандальная, потому что разразился скандал на, казалось бы, таком безобидном для многих, многим может показаться, месте. Я хочу рассказать вам информационный повод. Есть изобретатель, зовут Виктор Иванович Петрик. В данном случае он намерен судиться с Российской академией наук, не больше, не меньше, потому что члены академии усомнились в его научных достижениях, в частности, в технологии очистки воды. Вообще, наука, что такое наука, не наука, что такое лженаука, что такое изобретательство, к чему выдаются патенты, какие права есть у патентов, какие права есть у Роспатента, и что нам, в конечном итоге, потребителям важно, на что мы ориентируемся, о чем мы, может, должны знать. Вот это такая главная тема нашего сегодняшнего разговора. Но я должна сказать, что у нас сегодня еще уникальный случай, потому что человек-бренд, который стал лидером, как бы, именем этой проблемы нынешней, о которой я только что вам сказала, сегодня у нас в гостях. Поэтому я вам сразу представляю, у нас в гостях члены Российской академии естественной наук, автор четырех научных открытий. Я пишу так, как мне написано. Виктор Иванович Петрик. Добрый вечер, Виктор Иванович. Добрый вечер. Спасибо вам либо за смелость, либо за безумие, либо за честность, не знаю за что, за то, что приехали. Но прежде чем мы начнем разговор, я хочу представить вам наших уважаемых московских собеседников, и я так полагаю, отчасти, может быть, оппонентов вам сегодня, Виктор Иванович. Во-первых, хочу представить доктора физико-математических наук, профессора, члена Академии Российской академии наук, члена комиссии, внимание, члена комиссии Российской академии наук по борьбе лжи наук и научного сотрудника физического института имени Лебедева Росислава Феофановича Полищука. Добрый вечер, Слав Феофанович. Добрый вечер. Добрый вечер, спасибо, что приехали. Еще одного собеседника в открытую студию в Москве я представлю. Это главный редактор научно-технического журнала водоснабжения и канализации Сергей Владимирович Финаев. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Вечер добрый. Вечер. Не бодро вы так. Вечер добрый. Хорошо. Вечер обещают быть жарким, как минимум. Спасибо, что приехали. Я только, как всегда, в начале программы хочу напомнить нашим зрителям о возможностях нашего эфира, о включенных телефонных линиях, о форуме, который у нас работает, есть у вас под рукой компьютер с ученым интернетом. Пожалуйста, подключайтесь к этой дискуссии. И также о том, что на форуме вывешен вопрос на голосование. Сегодня мы решили дать вам вопрос. На ваш взгляд, вы доверяете научным изобретениям, открытиям, сделанным, три варианта ответа, членами Российской Академии Наук или бизнес-изобретателями, второй вариант ответа, или третий вариант ответа доверяете самоучкам-изобретателям? Сразу скажу, что лидирует сейчас Академия Наук 72,2%, но надо сказать, что самоучки-изобретатели тоже взяли немалую долю, как в 23,5%. Я думаю, что это тоже было для обсуждения, и в глаза цифры мы еще не раз взглянем во время нашего эфира. А сейчас, вы знаете, хочу сразу сказать, у нас сегодня сюжета нет, потому что не было в нем необходимости, но у меня сразу вопрос, Виктор Иванович, к вам. В чем суть вашей претензии? Вот для начала давайте мы поймем, ради чего мы здесь собрались. Да, ну вот так как мое выступление, первый раз я выступаю, у моих оппонентов была эта возможность сделать неоднократно уже, то я сделаю коротенькое вступление, я займу немного времени, но из него станет понятна картина, что произошло вообще. Ну, в последнее время появляются такие работы, что такое сетевые войны. И мы сегодня говорим о том, что так называемые горячие войны уже отошли, и что может сетевая война, и как это выглядит. Я сейчас очень кратко покажу вам кухню, как это произошло сегодня в России, и как это связано с Российской Академией Наук, и как это связано с наукой. Это настоящая сетевая война, со всеми ее атрибутами, с элементами сетевыми, с исполнителями. Но так как исполняли ее люди престарелые, то выполнили ее, я так думаю, очень наглядно и очень неумело. Вот какое у меня будет сообщение, и первый вопрос Кругликову. Кругликов, вы знаете, он чуть попозже присоединится по телефону, или вы хотите сейчас его озвучить? Нет, зачем он слышит меня, он позже и ответит, очевидно. Ну, и риторически это будет мой вопрос к нему. И так, по отношению ко мне, вдруг неожиданно, совершенно неожиданно, возникло в прессе огромный материал был выврошен, который основывался на сообщениях обо мне следующего характера, что я изобретатель вечного двигателя, это предмет суда, мы это будем рассматривать. Потому что я никогда не изобретал вечный двигатель. Я никогда об этом не заявлял. Обо мне нет таких источников, кроме как от Кругликова. Второе. Что я изобрел вечный, ой нет, беспроигрышный аппарат или способ игры в казино. Я был в казино один раз в жизни, когда меня туда отвезли, в Лас-Вегас, ну, чтобы показать, как это выглядит. Но я никогда не занимался играми, я никогда не разрабатывал никакие аппараты. Жаль, у меня была надежда, что вы мне с ним сообщите. Нет, к сожалению, этого не будет. Деньги можно по-другому заработать, не через казино, я так думаю. Мне это удается пока что. А дальше, это была подготовка, арт-подготовка. А дальше, по отношению ко мне, было во всей прессе, которая повторила тысячи раз, были произведены якобы мои цитаты. Они и по сегодняшний день беспроемно повторяются. Так, например, Кругликов говорит из ролика про Петрика. Я поливаю углеродное соединение секретной жидкостью, и оно вспучивается, создавая ассорбент. Мы разрываем связи между атомами без всякой затраты энергии. Любой читающий понимает, как это и комментирует Кругликов, что мы встретились с абсолютной невеждой. Что значит разорвать атомы без всякой затраты энергии? Но вот ведь в чем потрясающая вещь. Он ссылается на фильм, в котором я сказал следующее. Пытаясь пояснить, это мы уже говорим про ассорбент. Чем отличается? Да, вот меня так смущает, вы не слишком сразу ушли в глубину вопроса? Нет, мы про ассорбент. А, про ассорбент далеко ушел. Да, потому что зрители еще не очень понимают, в чем судило. Смотрите, Виктор Иванович, я поняла, у вас просто смотрите, у нас здесь стоят фильтры. Давайте претензии к вам, как к изобретателю или открывателю, или ученому, занимающемуся новыми технологиями очистки воды. Вас задели, и это является поводом для суда? О да, конечно. О да. Конечно. Хорошо, так, давайте тогда послушаем мнение Москвы. Пожалуйста, давайте, наверное, начнем с Ислава Феофановича. Ислава Феофановича, ваша позиция как академики. Вам понятны претензии, Виктор Иванович? Хотя мы не дошли до тонкостей научных уже. Есть серьезная клевета со стороны наших оппонентов на нашу комиссию по борьбе с женаукой. Нет хозяев у научной истины, ни у Петрика, ни у президента Российской академии наук. Последнее слово за показаниями физических приборов. Если господин Петрик принесет к нам физический институт свою воду до и после, телестудия это не место, где мы должны давать официальное заключение. Такое заключение было дано комиссии Тартаковского, где было 13 человек. И только приборы покажут. Поэтому, когда изображают эту комиссию как некую мафию, это просто клевета. Роман Роланд говорил о гнусной способности карликовых умов приписывать свою низость другим. Мы не хозяева истины. В науке нет авторитетов. Последнее слово за логикой и точным физическим экспериментом, проверяемым и перепроверяемым независимыми группами исследователей. Вот тогда имеет смысл говорить. А что касается того, что сейчас Петрик навязывает нам предмет обсуждения, то я могу ответить, как говорил Вольтер. Ваше мнение мне отвратительно, но я готов пожертвовать жизнью ради вашего права его свободно высказать. Истина, она одна, научная истина. Политики и люди вроде Петрика и спикер живут в мире мнений, тогда как наука живет в мире истины, перед которой все равны. И ученые, и домохозяйки, и изобретатели, и сумасшедшие, и гении все равны. Так вот, свидетельство объективных приборов, за ними последнее слово. Так, мы поняли вашу точку зрения. Сергей Владимирович, можно задать вам такой вопрос? Я обращаюсь к второму гостю в московской студии. Объясните, пожалуйста, зрителям, чтобы было понятно. Я не понимаю, Виктор Иванович, он претендует на то, чтобы его на руках несли в Академию наук, и чтобы он назывался академиком или большим учетным. Или, на ваш взгляд, он изобретатель, или изобретатель или самоучка, или он талантливый бизнесмен. Вот как вы позиционируете фигуру Виктора Ивановича? Ну, возможно, он и изобретатель. Но, по крайней мере, те изобретения, которые видел я, на изобретение они не тянут, хочу сказать. Это либо плагиат, либо серьезные заблуждения Виктора Ивановича при трактовании тех или иных процессов, которые он мог наблюдать. Это касается, скажем, вечной батарейки. Насчет вечного двигателя Виктора Ивановича неправ. У меня есть документальное подтверждение его высказываний, скажем, о вечно вращающемся цилиндре. Есть такая документация у меня, я могу ее предоставить, показать. А что касается комиссии по борьбе с лженаукой, я считаю, что изначально был выбран комиссией неправильный подход. В первую очередь президентом Российской Академии Наук. Здесь надо было проявить бюрократизм в лучшем уровне, в котором он вообще может существовать. Это как? Официальный запрос. Но дело в том, что просьба от спикера Государственной Думы об исследованиях изобретений господина Петрика была получена устно. То есть Академия Наук занялась этим вопросом не по просьбе Виктора Ивановича Петрика, а по просьбе Бориса Грызлова. Я правильно понимаю? Бориса Вячеславовича Грызлова и Осипов это подтверждает. Ага, я тогда хочу удачить. Виктор Иванович, вы сами себе как называете? Вы ученый, вы изобретатель. Вот как? Давайте бы какое-то определение. Нет, так не пойдет. Вот сейчас был вопрос, и я отвечу на него. 21 апреля я выступил перед, присутствовало 21 ведущий академик Российской Академии Наук. Среди них было два вице-президента Академии Наук Солнцев и Алдошин. Мое выступление длилось 6 часов. Который потом извинялся. Конечно, извинялся. Под таким напором кто угодно извинится. 21 академик, ведущие люди, чьи портреты висели, не перебивайте меня, пожалуйста. Я же выслушал ваши нелепости про Вольтера. Дайте это сказать. А вы обгрожали жизнь академику Александрову? Вы сегодня услышите про вашего Александрова все. Вот здесь лежат документы. Так вот, эти люди, остановитесь, но вы же ведете себя неприлично. Не тратьте эфирное время, вас микрофон пишет, поэтому говорите, пожалуйста. Говорю. Эти 21 академик, после длительных дискуссий по каждой теме, я доложил 11 тем, приняли решение о более подробном изучении этих тем. С этой целью в дальнейшем я посетил несколько научных учреждений, так сегодня называются научно-исследовательские институты, Академии наук. Мы провели дополнительные беседы, после чего 5 академиков приехали ко мне в мои лаборатории. И они дали слишком восторженные отзывы. Но что я сделал? Они своими руками полностью, я все время стоял в стороне, создали тот же элемент, который выглядит так. Чубайс это демонстрировал. Я собирался на выставке, чтобы Медведев подошел, сделал то же самое. Я сказал бы, вот что такое дыхание президента России. Человек выдохнул, стрелка отклоняется. Она показывает. Так что, что она заскорбила, что вы попринялись в том, что они... Увели идею? Кто увел идею? Нет, что в данном случае разговаривали? Они дали невероятное подтверждение. В интернете каждый дал свое интервью. Они говорили восторженно. Они говорили так, как раньше это говорил Александров. Я зачитаю, что он говорил до этого. В результате чего возникла вдруг комиссия по лженауке с протестом. Академики не имеют права давать такие заключения. Они не собирались давать. У нас было принято решение. Оно подписано всесторонне. 21 человек. О передаче 11 тем на изучение в академию. В разные институты. Каждый институт должен взять свою тему и изучать ее. Нам не дали это сделать. Взяла в свои руки это комиссия по лженауке. И только они дали ответ. Они не подпустили ни одного ученого. В комиссии по лженауке не участвовали те лица, которые знакомились. Комиссия по лженауке состоит ведь тоже из академиков? Что значит не подпустили ни одного ученого? Да, комиссия по лженауке возглавлял ее. Как Осипов и дал указание. Ее возглавлял Кругляков, который остановил начатую работу с академией. Тартаковский возглавлял академию, организованную президента РАНа Осипова. Осипов дал указание. Оно написано Кругликову создать комиссию. И Кругликов ее создал. А формальный человек Тартаковский, который подписал ее. Это совершенно другая история. Я хочу задать вам один вопрос, чтобы получить один очень простой ответ. Если бы эти 21 академик собрались, послушали ваш шестичасовой доклад, и сразу вам, например, сказали, Виктор Иванович, вы славный, но это не к нам. Да, это не наука. Да, вы бы пошли и все. Смело бы и ушел бы. Естественно. А, так, вот это? Естественно. Хорошо, это я хочу понять. То есть вас оставило все, что было потом. Мне до этого нужна была академия наука? Да никогда. Я работал один, успешно. Мои изобретения внедрены в разных странах мира. Меня встречают короли и президенты. Мне нужна была наука. Слушайте, вас встречают короли и президенты. Зачем вам сейчас? Я принес это все. Я вам покажу. Шейхов, короли и президенты. Я верю. Для вашей ученики. Я верю. Я думаю, что лично вы меня не потрясете этим. Я создал меня. Подождите. Эмир, Кувейт встречают меня, поскольку в Кувейте больше нет запаха. Это я поставил там системы, которые обеспечивают очистку воды от H2S, которая выделяется всегда, когда строят дом. Виктор Иванович, нам надо сейчас сегодня рекламу. Я хочу, во-первых, сказать, что я не очень понимаю, но есть в Кувейте поставят памятник из золота. Представляете, что вы с ними сцепились, с уважаемым академиками, и заработали репутацию скандалиста в результате. Правильно? Это моя ремарка. Во-вторых, я хочу сказать сразу, честно, что мы сегодня, у нас была очень сложная история с приглашением гостей в открытую студию в Москве, потому что были люди, которые нам сказали, что они не пойдут, потому что они пасаются за преследование, гонение и шантаж, и, в общем, они подозревают какие-то нехорошие шаги с вашей стороны. Вы можете как-то дать мне, как хозяйке этой студии, честное слово, что с нашими сегодняшними гостями никаких неприятностей следствия нашего эфира не произойдет? Нет, конечно. Не дадите? Вот документы, по которым судят Финаева. Нет, я хочу, чтобы сегодняшний ваш разговор не стал поводом для судов. Мы собрались, чтобы разбираться. Вы в это говорите. Я пойдет вас про это спросить. Хорошо, а когда они пишут это в газетах, они не боятся этого? А по телевидению выставили, это тогда страшно? Ну, тогда... Что мы говорим? Тогда честь, хвала нашим московским. Даже глупость выступает как достоинство, ибо является непровержимым доказательством твердости убеждений. Последнее слово за объективными показаниями физических приборов. Да у нас нет физических приборов, но увидите, что у нас стоят фильтры на столе. Перестудия – это не место, где выясняется научная информация. Я знаю, мы хотим... Поймите, Анатолий Иванович, мы хотим это показать зрителям, да, потому что зрители с ровно никогда не попадут на серьезные опыты в лучший институт Академии наук. У меня стоят фильтры, я сразу скажу, я никогда фильтрами для очистки воды не пользовалась. Я отличить их не в состоянии. Мне специально не сказали, который из этих фильтр ваш, Виктор Иванович. Я попрошу наш редактор. Таня, подождите, пожалуйста, сюда. Мы взяли специально грязную воду, ну такую, подпачканную. Нет, 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 только из-под крана. Давайте из-под крана. Нет, подождите, Таня, принесите мне обе воды, пожалуйста. Я вас умоляю, это запачканная. Из-под крана возьмите, это будет видно, что люди пьют. Подождите, вы же уверяете, что вино можно очистить, фока-колу? Так а почему вы боитесь? Это чай. Интересно людям увидеть, что они пьют из-под крана. Нет, нам не интересно. У нас хорошая вода в Петербурге, вы же знаете. Это будет не видно. А почему вы боитесь чая на лей? Ну будет видно. Нет, а почему вы боитесь чая на лей? Я не знаю, я чай не очистил никогда. А вы вино чистили? Вино, да. Наливайте чай. Давайте попробуем. Почему не воду питьевую, которую мы пьем каждый день, налейте? Вы увидите разницу. Это интересно. Но это же какой-то опыт искусственный. Налейте питьевую воду. Я настаиваю на этом. Я волнуюсь, что мы не очень... Я вас умоляю, вы все увидите. Увидим? Но я-то знаю, вы все увидите. Хорошо, давайте. Питьевая вода из-под крана. Наливайте, пожалуйста, прошу вас. Так, давайте мы посмотрим. Мы наливаем воду. Я вас уверяю, у нас здесь свидетель Виктор Иванович в студии находится. Она никуда за рекламную паузу не денется. Мы тогда сейчас сделаем небольшую паузу. Обязательно вернемся через несколько минут. Итак, возвращаемся в студию. Это программа «Открытая студия». Видите, у нас принесли еще один для частоты эксперимента. Еще один фильтр. Заполнили. Когда наполнится водой, мы вам покажем, что получилось. Я хочу уточнить. Здесь можно, Рислав Иванович. Комиссия по лже-науке. Слуд какой-то, лже-наука. Можно коротко объяснить? А чего нет в том, что вы изучаете, что не дает права это называться наукой? Вот что науку отличает от лже-науки? Главное. Значит, в науке есть твердо установленные истины. Наука тысячелетиями борется за их установление. Например, невозможность вечного двигателя. Справедливость с определенной точностью законов механики Ньютона, может быть, с релятивистскими уточнениями. Но когда в стране происходит смена мировоззренческой установки, активизируется примитивная и устойчивая к своей примитивности структуры первобытного сознания, тогда вверх берут люди, которые я бы назвал трупные черви культуры. Но истина одна. И я, и комиссия по лже-науке, и Петрик, и Грызлов, и президент Академии наук, перед истиной все равны. И я не могу сказать, правильно или не правильно. Студия, телевизионы, это совершенно не место для проведения научных экспериментов. Дайте масс-спектрограмму жидкости до очистки и после. Приборы покажут все, что есть. Конечно, конечно. Это бы давай, что я... Позвольте, я задам один-единственный вопрос. Итак, в нашей стране происходит принятие государственной программы «Чистая вода». Российская Академия наук... Минуточку, дайте вопрос задать. Я задаю вопрос. Я, когда комиссия приступила к работе, я написал письмо и переслал фильтры свои в Российскую Академию наук с просьбой провести их изучение, пропустить воду. Это первый вопрос. Посмотреть глубину очистки, это второй вопрос. И третий вопрос. Посмотреть, а оказались ли нам очиститься в воде? Академия наук ответила. В Российской Академии наук нету методик и нету оборудования, чтобы эту работу провести. И отказали. И слава богу, отказали. Ваше личное дело. Мы это провели в Америке, мы это провели в Женеве, мы это провели в Англии, в Лондоне сейчас. Я обойдусь без вас. Академия наук Америки, Швейцарии и Англии? Нет, не Академия наук, там институты, университеты, специализированные институты. Тогда, если Академия наук отказалась дать эти заключения, но написали некую условность, не говоря про фильтры Петрика, нанотехнологии опасны для здоровья, в воде в том числе. Почему же вы тогда говорите вообще сегодня про воду? Наконец я добился, уже после заключения, после всего добился, чтобы они взяли и провели исследование самого УСВР. Московский университет Ломоносова провел полностью, мы получили фотографии в электронного сканирующего микроскопа, получили полный пакет и некое заключение короткое, из которого, в котором написано, наночастицы около, то есть частицы УСВР имеют около наноразмеры. Ну что же это за заключение Российской Академии наук? Слушайте, ну если вы замечательно живете... Я в дурдоме нахожусь, в дурдоме, понимаете? Вы замечательно живете в Швейцарии, в Америке, в Англии. Какая вам разница, что они вам написали? Я в России сегодня... Вы хотите быть признанным Академией наук? Нет, я уже давно не хочу слышать Академию наук, но я сейчас защищаю свое имя, и я его защищу. И я перед всей Россией сказал, это последнее дело Комиссии по лженауке. Мое дело последнее. Так, звонок есть, давайте послушаем... Комиссия по... Давайте, давайте, ответьте. Совершенно неверное представление Комиссии по лженаукой, это не главлит, не цензура, не инквизиция. Это общественная комиссия, которая не выдает никаких постановлений. У нее даже штампа нет, строго говоря, даже бланка нет. Я профессиональный эксперт в своей сфере, и даю экспертное заключение, за которое я отвечаю. По проектам Петрика, официальное заключение выдала комиссия под руководством Тартаковского. Она отвечает за все свои формулировки. И она признала, что это работа вне науки, и требуется только независимое подтвердение. Я уверен, что оно подтвердит эти выводы. Может быть, их немножко детализирует. Простите, я очень... Виктор Иванович, у меня такой вопросик. Да, Сергей Иванович. Сейчас вам вопрос. Сергей Иванович, пожалуйста. Виктор Иванович, а кому вы предоставляли свои фильтры в Академии наук для проведения испытаний? Слушайте, вы занимаетесь своей канализацией. Вы, а вас тут чего сюда притащили? Не-не-не, минутку. Человек с канализацией. Рассказываю. Это не человек с канализацией. Главное, не так-то журналы. Это журналы. Академия Александрова. Я очень виноват. Рассказываю. Виноват. Уголовное дело по Зинаю. Вот оно лежит. Я зачитаю сейчас. Требования от меня 10 миллионов. Виктор Иванович. 10 миллионов. Виктор Иванович. Поэтому этот человек для меня конкретно. Виктор Иванович. Не надо нас зампировать. Время хохочет. Вы позорите свое имя и получите. Это будет приговор истории. Это позор России. Дайте Виктору Ивановичу назвать фамилии. Теперь отвечаю. Да, пожалуйста. В ЙОНГ. Институт общей и неорганической химии. Академику Новоторцеву. Руководителю этого института. Я переслал 2 фильтра. И 8 пакетов с УСВР. С сопровождающим письмом на имя Тартаковского. Так мы договорились. Потому что через него Тартаковский от меня все получил. Ответ нормальный? Все. А кто оплачивал эти экспертизы? Скажите, пожалуйста. Это дорогая история? Объясните мне. Я не знаю. Прошу прощения. Это очень дорого. Это нелепость полнейшая. Для Российской Академии Наук. Если они взялись решить этот вопрос. Ясно же, что с моей стороны прозвучало. Если для каких-то исследований понадобятся деньги, я отлачу. Ясно, что прозвучало в первую очередь. Российская Академия Наук объяснила, что им это не понадобится. Почему? Потому что они и не собирались проводить никакие исследования. Они их не провели. Вы меня понимаете? Посмотрите. Вот к вам, как к институту физики, обращаюсь. Вот по нормальному. Давайте, как к ученому я обращаюсь. Российская Академия Наук сделала заключение. Петрик не мог разделить водород от дейтерия и трития. Поскольку он неправильно представляет свойства водорода. Это ответ. Он применен четыре раза. Внимание. Нас слышит вся страна. Что-то чудовищное. Разделить водород от дейтерия. Водород имеет три изотопа. Дейтерий, третий, протий. Разделить изотопы водорода – это правильное выражение. Разделить водород от водорода – это какая-то дикость. Это первое. Второе. Когда я привез в Америку 20 литров протеевой воды, были проведены первые исследования в штате Невада, в ядерном центре. Они показали результаты. Они сейчас все выставлены в интернете. Все официальные документы с печатями 2 ппм, 2,3 ппм, 6 ппм. Мы послали эти результаты в окрестную лабораторию США. Те сказали, мы не можем проведить эти исследования в Центральном национальном лаборатории Министерства внутренних дел. Они повторены. Окрестская лаборатория США поздравила с созданием технологии. Второе. В Петербурге построен завод, и мы приступили к производству протеевой воды. Это еще не все. Все эксперименты проведены в Росатоме. Установка была поставлена, и проводились эксперименты по очистке третевой воды, хранящейся в ГИПХЕ, на установке, которую я создал. Кем проводились? Первыми специалистами в нашей стране. Учеными РХТУ. У вас не лекция сегодня, мы не можем дать время. Пожалуйста, Рислав Феофанович, ответите. Размер ядра 10 минус 13 сантиметра. Какие фильтры могут иметь такую разрешающую способность? Кто вы несете? Ну, кто же с помощью фильтров разделял? Мало того, это технология. Послушайте меня. Технология, связанная с спиновым делением ядер водорода, была создана в вашем институте. Вы хоть это знаете? В 2002 году доклад об этом сделала Российская Академия Наук. Я вам перешлю вашего института работы, а вы принесете мне извинения. Это Финаев на меня написал, про меня написал, что я с помощью фильтрования делю изотопы. Ну, зайдите в интернет, посмотрите, патент прочитайте. Вы сказали, Виктор Иванович, я не писал. Я ни одного слова, а в целях я писал. Сергей Владимирович, что вы думаете, вы теперь тоже можете вступать из канализации. Подождите, подождите. У нас, во-первых, есть вопрос и есть много... Академия через верхние лилы, поднимать надо. Танечка, сейчас мы наливаем воду, поднимите. Смотрите, пишут, Москва пишет, у Гробового, Кашпировского, Чумака, Гликмана и присутствующего в студии Петрика дипломов было не меньше, а может быть и больше. Понимаете, вот вас все равно в один ряд ставят с тем же печально известным Гробовым, который сегодня, кстати, вышел на свободу. Почему, как вам кажется? Я вам скажу больше, в Википедии господин Петрик у нас числится в разделе «Шарлатаны». А в самой Википедии, слышите? А в самой Википедии? Это еще не советская энциклопедия, но в принципе, смотрите... Никим не менее. Риславия Паня, а тогда, с вашей точки зрения, лжеученый, шарлатан – это кто? И как мы его отделим просто от изобретателя? Понимаете, люди делятся не только по биологическим возрастам, дети и взрослые, опытные, но и по различным познавательным возрастам. И когда человек начинает заниматься наукой, он попадает в ловушку невротической логики. Ему невозможно опровергнуть разумными доводами, потому что если бы он был способен их понимать, он бы не говорил то, что он говорит. Я говорю, ни комиссия, ни Петрик, ни Грызлов, ни президент, никто, ни хозяин истины. Нужно независимыми группами, другими, чтобы не Петрик себя хвалил, чтобы независимые группы исследователей... Но Виктор Иванович как раз и обвиняет... ...и под протокол показали, а он только себя хвалит, а цена вопроса – полтриллиона долларов. А Виктор Иванович как раз и говорит о том, что не дали Академии разобраться в этой истории. Я хочу, во-первых, обратить внимание на воду. Я все-таки встану, хотя мне очень сложно с микрофоном, сейчас аккуратно. Давайте посмотрим. Вот как раз сейчас и будет видно. Виктор Иванович, вот смотрите, раз, два, три, четыре. Вот я покажу, вот это крайнее. Володь, покажи мне, пожалуйста. Вот крайнее. Вот это вообще неочищенное. Вот раз фильтр, два фильтр, три и четыре. Который ваш? Нет, подождите. Ну зачем? Вон он стоит. Вот это ваш? Ну вот же на нем клеймо стоит. Давайте мы еще раз паноромируем. Ну, я не знаю, хочется ли мне это пить, но, по крайней мере, это, конечно, выглядит самым прозрачным из всех вариантов. Нет, давайте остановимся. Она голубая. Она голубая, да? Она голубая. Посмотрите на остальные. Смотри, Сергей Владимирович, вы впечатлены? Вот смотрите, чистый эксперимент бытовой, ненаучный. А вам объяснить, почему вода голубая? Почему? Объясни. В учебнике элементарной химии написано, что вода – это жидкость без цвета, вкуса и запаха. И голубой цвет ей придает, либо в природе это отражающееся голубое небо, либо, если это в помещении, то это колодные частицы, которые содержатся в воде. Но, смотрите, а почему не отражаются в остальных четырех вот этих пиалах частицы эти воды? – Можно я отвечу? – И даже там умирают. – Простите. – Кто говорит против данной воды? – Простите. Там сидит физик. – Мы проводили. – Господи, остановите Финаева. Там сидит физик. Этот человек вообще никакого образования не имеет. Послушайте. – Почему вы так и скажете, не говорили? – Я бы на вашу действие помолчал бы. – Послушайте, что он несет. H2O в чистом виде – H2O. Это объект синего цвета. – Он не говорит, что оно чистое? Он подозревает, что может там что-то есть? – Подождите. Он говорит, что в природе вода должна быть бесцветная. Это не так. В чистом виде H2O. Я ее синтезировал. Я ее синтезировал не раз. Это жидкость синего цвета. – Может перепишем учебник химии, Виктор Иванович? – Про бытовую воду там написано. А я вам говорю про науку. Про H2O я говорю. Как только в воду начинают попадать органические соединения. Смотрите, вы дистиллировали воду. Она не становится. Она более того 10 раз дистиллируете. Она еще желтее становится. Потому что вы убрали соли жесткости. Но если вы из воды заберете органику, она начнет высветляться в сторону с голубым надцветом. Наша заслуга, наша впервые в мире. Этот сорбент очищает органические соединения. Теперь, внимание, мы добрались до того, зачем мы сегодня говорим о чем-то. Зачем мы о чем-то говорим? Однажды человечество встало перед выбором убивать людей бактериями или же убивать хлороорганическими соединениями. Если бы не эпидемии, мы выбрали бы первое. Потому что хлороорганические соединения это чудовищно опасные для нашего организма. В том числе возникающие самые коварные и самые страшные ядные силы. – Чем очищают воду водоканалы? – 22 года ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, занималась этой темой. Что такое обратный осмос? Что такое вода, очищенная обратным осмосом? И что такое хлороорганические соединения? Вы знаете, что Петербург стоит на первом месте в мире по раковым заболеваниям? Вы это знаете? – Я знаю, что у нас очень хорошо вода. – На первом месте в мире. Это первое. А теперь вторая деталь. Маленькая деталь. А вы знаете, что это за заболевания преимущественные? Кишечные. А сегодня унифицировано питание и в Москве, и в Петербурге. Да, здесь гений водоканал возглавляет. Кармазинов. Не дай бог, чтобы кто-нибудь был другой. То, что он делает, он творит чудеса. Но! У нас атомная станция. И у нас многое чего другое. У нас хранящиеся тридиевые отходы, про которые академики заявили, что их надо слить. Слышите? Александров предложил, что их надо слить в Финский залив. – Мы будем долго лекции слушать. – Руслан Феофанович, нам надо уходить на рекламу. Очень коротко, ваше впечатление. Я понимаю, что мы выглядим очень смешными и наивными, но, тем не менее, вот как вы объясните вот этот разный цвет воды? – Нет, ну я знаю, что такое профессионализм. И я знаю, что комиссия Тартаковского поставила под сомнение про много разных фильтров, чем эти лучше или другие. – То есть не только пиопетрика фильтров, а вообще фильтров. – Комиссия не изучала фильтры. Что вы говорите? – Подождите, но вам говорит член комиссии. – Он зашел сурман. Там не было слова про фильтры. – Там не было слова про фильтры. – Заключение, потому что меня касается заключения. – Подождите, ваш фильтр одобрили, поаплодировали? – Они слова не сказали про фильтры. Они сделали общее замечание. Ну, прочитайте это заключение. Они сделали некое общее замечание о том, что нам материалы вредны для здоровья. Вот, все. – Давайте сделаем рекламную паузу, хотя здесь очень горячо. Вернемся через несколько минут, и меня все-таки интересует. – А если бы в этой истории не появился представитель высшего совета партии «Единая Россия», может быть, все и утекло, как песок сквозь воду? То есть наоборот. – Так утекло или притекло? Надо точно сформулировать вопрос. – Сейчас сформулирую. – Так, возвращаемся в эфир. Программа «Открытая студия». У нас здесь научно-околоноучные и совсем не научные дебаты. Я хочу... Так, короткий вопрос, скажем, Томасийский. К вам, Виктор Иванович. А вы сами пьете свою воду? – Да, можно приехать любой комиссией. У меня стоят огромные цилиндры в подвале, и я пью только эту воду. – Хорошо, тогда спрашивают Петербург. Если в Америке одобрили ваше изобретение, ну и флаг вам в руки, почему они там-то не пьют вашу воду? – В Америке в течение трех лет изучали, через в июле месяце мы получаем заключение НСФ, право продажи во всем мире. Там уже построена линия для производства фильтров. – Здесь есть из Москвы, пишут, я доктор наук, слушая Петрик, значит, сомневаюсь, но извините, пишут, что все это похоже на цирк. Чистая вода должна быть цвета посуды, в которой она налетала. Если вода голубая, значит, она грязная. – Это, очевидно, то, что хотел он объяснить, Сергей Владимирович. Ну, вот это есть разные мнения. Я по карабасам-барабасам, тут нас всех уже называют. Так, давайте так поступим. К нами сейчас по телефону, если есть, вообще подключился Эдуард Павлович Кругляков, я представлю только, это председатель комиссии Российской Академии наук по борьбе с женноукой и фальсификацией научных исследований, академик Российской Академии наук, руководительное направление исследования по физике плазмы и проблеме управляемого термоядерного синтеза в Институте ядерной физики имени Буткера. Это звонок из Новосибирского, говорят, госпремия. Эдуард Павлович, вы нас слышите? Добрый вечер. – Да, да, я слышал. – Да, я знаю, что вы давно уже нас слушаете, извините, вот, видите, дебаты. Смотрите, либо ваше короткое мнение, либо у Виктора Ивановича к вам есть вопрос. Как хотите. – Ну, во-первых, я должен просто, поскольку я слушал большую часть выступления Виктора Ивановича, могу сказать, что говорит он крайне убедительно, но не всегда верно. Дело в том, что, ну, например, он утверждает, что я сказал о вечном двигателе, который изобрел Виктор Иванович. Скажите, пожалуйста, а вечная батарейка – это не вечный двигатель? – Эдуард Павлович, я очень рад возможности первый раз в моей жизни с вами общаться на премьере. – Только давайте коротко. – Да, кратко. – Вечная батарейка, которую вы создали. – Я никогда, ни я, ни те академики, которые смотрели это явление, никогда не называли это вечной батарейкой. – Я это называю вечной батарейкой, потому что это вечный двигатель. – А, ну так вот, обратите внимание. – Она нескончаемо работает, вы сами сказали, от энергии окружающих тел. – Нет, нет, нет. – Она находится в равновесии с окружающими телами. – Эдуард Павлович, нет! Мы все знаем второй закон, термодинамики не хуже вас. – Да, как вы знаете с моих слов. – Это низко, минуточку. – Вот так хорошо, умница, молодец. – Эдуард Павлович, послушайте меня. – Нет, я не хочу вас слушать. – Мы создали низкотемпературный термопреобразователь, который работает. Вы сможете объяснить науке, миру? – Смогу объяснить, как он работает. – Смогу объяснить, как он работает. – Только это не вечный двигатель. – Да, черт побери, есть закон Арениуса, который говорит о том, что надо поднять на 10 градусов температуру. – Вы утверждаете, что заключение официальной комиссии Академии наук написал я, а Тартаковский просто подмахнул. Это наглая ложь. – Безусловно. Эдуард Павлович, позвольте мне задать один единственный, очень миролюбивый вопрос. Вы написали по отношению ко мне 7 обвинений, которые кочуют в прессе. Ну, одно из них. Кратко. Впервые я создал технологию монокристалла кремния. У меня в фильме, на который вы ссылаете, указано «Впервые я вырастил монокристалл кремния из газовой фазы». Видите ли вы разницу в этих двух словах? – Беруткин, не надо погрязать в мелочах. – Как в мелочах? Только идиот мог сказать такую форму. – Я задаю. – На самом деле, из-за чистой воды. Давайте о ней и говорить. Ну, чего мы откликаем? Вы пытаетесь отвлечь общественное мнение всякими пустяками. – Скажите, Эдуард Павлович, вы отказываете Виктору Ивановичу в научном открытии как таковом? Или вы признаете, что он может быть талантливый изобретатель? – Значит, я хотел заметить, что ни одного научного открытия за Виктором Ивановичем не вводится. И комиссия это четко сформулировала. А теперь я хотел бы все-таки сказать, из-за чего весь сфервор. Значит, существует программа «Чистая вода». Она основана на порочной идее, что практически вся вода в стране абсолютно грязная, та, которая поставляется водоканалами, а фильтры Петрика – это абсолютная панацея от всех бед, так сказать. Вот поставим фильтры Петрика, и все во всей стране. И все будет хорошо. Теперь я должен заметить, что так дела не делаются. В программе совершенно отсутствуют профессионалы, если не считать господина Петрика и господина Грызлова. Это все. Какой подход представляется разумным по этому поводу? Прошу, 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 дайте мне это говорить. Прошу дать мне возможность. Я вас слушал почти час. Нет, вы все сказали, вы сказали. Дайте ответить по этому пункту. Потом ответите. Нет, я сейчас отвечу. Я хочу сказать, Виктор Иванович, почему вы, вот у меня, к сожалению, здесь список на бумажке, но вот копия вашего патента, почему у вас вообще патент на двоих с Борисом Грызловым? Сейчас отвечу. Коротко можно? Нет, невозможно коротко ответить. Но у нас нет эфирного времени, вы тогда есть шанс не доотвечать вообще. Вы даете? Нет, меня интересует, я хочу понять, почему у вас патент на двоих с Борисом Грызловым? Какой? Вы прочитали, какой это патент? Он никакого отношения к водению имеет? Вообще никакого. Хорошо, тогда к чему имеет отношение ваше с Борисом Грызловым отношение к патенту? Что вы изобрели вдвоем? Жидкие радиоактивные отходы. Вопросы, связанные с радиоактивными отходами. В этой теме у него было выстроено свое мнение, некое техническое решение. Это очень опытный, проницательный инженер и экспериментатор. Он это провел через Росатом вне меня, а я делал свой патент. Но у него больше шансов провести это через Росатом. А почему тогда не в связи с тем, что вы с ним соавторы одного патента, совсем другого, не имеющего отношения к воде, вы получили на программу «Чистая вода. Единая Россия» 15 триллионов рублей? Я получил. Ну, вот «Единая Россия» же вашу программу. Давайте вы хоть раз ответите. Объясните. Объясните, дайте, пожалуйста. Пожалуйста, я отвечу на тот вопрос. Партия «Единая Россия» инициировала программу «Чистая вода», после чего правительство выделило 50 миллионов, был создан тендер. Этот тендер выиграли академические институты. На что? На написание программы «Чистая вода». Ее писали полтора года. Я никакого отношения к этому не имею. Я никогда не соприкасался, не знаю, что это за институты. И так программу написали институты. Что в этой программе? Дальше ее утверждало три раза. Идиная Россия, кто ее написал? Три раза. А кто ее написал? А вот обратитесь. А разрешите мне сказать. Да, если можно. Нет, я расскажу. Я не разрешаю. Кто написал? Я не разрешаю. Кто написал? Я хочу понять, кто написал. Значит, я не знаю института, знают это руководители страны. Обращайтесь к Жукову, потому что это он руководил этим проектом. Корловой, минуточку. Но я же не знал, что сегодня надо ответить, что это за институт. Я поинтересовался бы. Нет, я к тому, что к вам какое отношение имеет эта программа «Чистая вода». Вообще никакого. И ваши фильтры... 95% из написанной программы это по созданию в нашей стране водоканалов. Это создание труб и так далее. Вот подождите. Это важно. Давайте установим. Значит, сегодня мы в этой студии, в прямом эфире, тогда констатируем, что изобретение Виктора Ивановича Петрика, вот этот фильтр, никакого отношения к этой «Чистой воде» к программе, которая выделена 15 миллионов рублей, не имеет. Я бы так не говорил. Я говорю, что это система доочистки воды в детских садах и в больницах. То есть это часть этой программы? Это 1% от всей программы. 1%. Мало того, сюда деньги государственные не выделяются. Ну вот вы сказали, вот для этого... Я никакого отношения к этому не имею. Мы с партией, благодаря этому открытию, мы с партией инициировали, потому что я участвовал, инициировали... Ну послушайте, мы инициировали программу «Чистая вода». Здесь должны быть экологи, специалисты по подготовке воды. Ну где они? Разрешите генешка. Значит, это еще не все. Друзья, я прошу, вы мне не поверите, честное слово. Вот надо дать рекламную паузу. Давайте еще одну рекламу посмотрим, и потом очень коротко. У всех будет время, чтобы подвести итоги. Очень коротко, через несколько минут, пожалуйста. Так, возвращаемся. Всем предупреждаем. У нас 3 минуты на все. Пока шла рекламная пауза. Вот я показываю. Мы все-таки рискнули и налили в эти фильтры вот эта вода с заваркой. Так, с чаем. Вот они чистятся. Сейчас вам покажут результаты. Виктор Иванович боялся наливать. Но тем не менее, вот смотрите, результаты. Очень коротко. Эдуард Павлович, поскольку вы у нас по телефону из Новосибирска, 30 секунд вам. Ваша... Ну да, мне почти не давали слова, а теперь 30 секунд. Значит, я сначала хочу два слова сказать насчет очистки воды от радиоактивности. Это вот то, что происходило на маяке в Челябинске. Там использовался патент Петрика Грызлова. Значит, официальное заключение по маяку такое, что это никуда не годная технология на сегодня. И несмотря на громогласные заявления господина Петрика о том, что на выходе получается чисто питьевая вода, это не соответствует действительности. Я об этом писал. Это первое. Теперь, значит, что касается основных фильтров Петрика. Напрасно отмежевывается, что только 1% стоимости это будут фильтры Петрика. Это совсем не так. И пока мы видим настойчивые попытки всучить всей стране сомнительные и даже очень опасные фильтры Петрика. Причем по довольно высокой цене. То есть в конечном итоге, я хочу подытожить, Виктор Павлович, вас беспокоит не фигура Петрика, а то, как люди будут с этим жить. Абсолютно не фигура Петрика. Я поняла. Я хочу, чтобы народ осознал, что переход на фильтры господина Петрика приведет к многократному увеличению цены заводу, поставляемую в наши квартиры. Вот что существенно. И вот эта попытка продолжается сегодня. Я благодарю вас. Я очень сожалею, что, конечно, у нас нет открытой студии в Новосибирске. Ряслав Феофанович, буквально там 10 секунд ваше резюме. Что меня беспокоит? Торжество в России трупных червей культуры. Совершенно неправильное патентное законодательство. Невостребованность интеллекта российских ученых. Цена вопроса огромная. Поэтому нужно 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Передействие все равные. И все стороны. И ученые, и лжеученые. И этой совершенной системы у нас пока не отлажено. Вот это вопрос национальной безопасности России. Я благодарю вас. Ну, смотрите, национальная безопасность России, Виктор Иванович, это очень серьезная уже позиция. Ваше слово. Мое слово следующее. Неужели взрослый человек, нормальный взрослый человек может поверить, что такой аппарат, как Единая Россия и правительство... Неужели кто-то может поверить, что воду выпустили в родильные дома, в детские сады, непроверенную и опасную? Посмотрите в Новгороде. У нас имеются протоколы испытаний, Виктор Иванович. А Единая Россия запрошу в Академии? 1400 сертификатов каждый месяц независимо. Центр надзора гигиены делают в каждой школе. Заключено соглашение с правительством. Я туда не проникаю. Минуточку. Вот этот университет, университет Ломоносова, прежде чем вода пошла, смотрите, 34 заключения из университета Ломоносова, столько же из военного института. И с института криминалистики ФСБ России 18 заключений. Вот почему партия признала, приняла, что вот эти фильтры могут доочищать воду. Они не способны быть на центральном водоснабжении. Тем не менее, по результатам голосования, зрители готовы все-таки прислушиваться к мнению Академии. А вы посмотрите, что будет через месяц? Посмотрим. Все, прощаемся. Ну, для кого осудить? Нет, покажите воду, чем закончилась чай ваш.